В рамках той якобы конструктивной критики, которая обычно сводится к утверждению, что я несу в своих видео откровенную чушь, в которой ничего нового нет, но которая даже в конструктивном варианте считается неприемлемой для мозговых атак и мозговых штурмов, Давайте разберемся, а к чему сводится в принципе эта самая чушь, которая вполне возможно таковой и является. Я же на то не претендую, что мое мнение является истиной в последней инстанции. Итак, хотя бы и в силу той же теории эфира, каждый атом, находящийся вблизи Земли, своей нижней половинкой находится в зоне взаимного затенения Земли и атомного ядра. То есть условно можно утверждать, что на атом сверху набегает некий нескомпенсированный поток субстанции, подобный эфиру. А это значит, что вполне уместными являются следующие соображения. Как и в случае с воздушными прямоточными двигателями, можно использовать набегающие потоки для того, чтобы ускорить их и таким образом получить соответствующую реактивную тягу. В такого рода утверждение человека, который в свое время окончил лучшие за всю историю человечества высшие технические заведения, а именно МВТУ имени Баумана, благодаря которому человечество и осуществило выход в космическое пространство, и выпускники которого никогда вокруг себя ничего не вытаптывают, в отличие от многих так называемых альтернативщиков. Как нет ничего удивительного и в том, что атомное ядро и верхнюю часть электронного облака в данном случае можно уподобить электродам, которые развивают так называемый эффект Бифельда-Брауна. Имеется в виду, что в случае с водородом и гелием проявление этого эффекта происходит, так сказать, естественным образом. И, кстати, таким же естественным образом обеспечивается и извечное витание молекул абсолютно всех газов над земной поверхностью. И вот тут-то я, в отличие от всех альтернативщиков, твержу и нагрев молекул тех же газов, и воздействие на них высоким напряжением, и тех же деформаций, как об этом свидетельствует опыт Козырева с деформацией дюралевой пластины, и все те воздействия, которые предлагает, например, Кушелев на рубины и так далее. Одним словом, все те якобы различные проявления антигравитационных сил на самом деле сводятся к проявлению эффекта Бифельда-Брауна на атомном уровне. Как и в случае с тягой прямоточного воздушного реактивного двигателя, соответствующая антигравитационная сила П определяется следующим выражением. Где В – это скорость набегания потока субстанции, почти что равная скорости света. Скорость ВЕ превышает скорость В на вполне определенную, хотя и практически бесконечно малую величину по сравнению с той же скоростью света. Будем считать бесконечно малым и расход горючего. Как и расход субстанции, подобной эфиру из-за чрезвычайно малой ее плотности, несмотря на большую величину В. Для уточнения же более конкретной величины антигравитационной силы, обратимся к соотношению ее величины и той мощности, которая обеспечивает ее проявление. После очевидных сокращений получаем, что соответствующее соотношение больше единицы, деленной на скорость света. Одним словом, величина П приблизительно определяется именно приращением скорости субстанции, подобной эфиру, выступающей в роли рабочего тела. И, соответственно, эта величина может быть достаточно большой, в зависимости от эффективности проявления эффекта Бифельда-Брауна, с учетом, естественно, и расхода все той же субстанции, подобной эфиру. Продолжение следует...